Продолжение следует... 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 Книга-каталог переплетов Якобы Крауза и мастеров его круга получил специальный приз президента РБА. Подготовленный по фондам отдела газет Российской государственной библиотеки двухтомный библиографический указатель российской литературы начала XX века на страницах московских газет дает панораму московской литературы жизни начала XX века. Он содержит информацию о литераторах, среди которых видны писатели, поэты и публицисты начала XX столетия, их менее известные и наслуженные забытые современники. Это участники различных литературных течений группировок, представители революционно-демократической, пролетарской и крестьянской литературы и те, кто стоял вне всяких направлений. Следующий библиографический указатель посвящен Александру Исаевичу Служуницыну. В него включены сведения о зарубежных русскоязычных книжных публикациях произведений автора, а также изданий, посвященных его жизни и творчеству за период с 1963 по 1991 год. Это наиболее полный библиографический свод книжных изданий за период, когда писатель в силу идеологических причин утратил возможность легально публиковаться и выступать народней, и вся ее творческая и издательская деятельность проходила за приведелами нашей страны. Библиографический указатель «Публикация сотрудников научно-исследовательского отдела редких книг» посвящен 100-летнему юбилею отдела. Издание подготовлено ведущим библиографом страны, заслуженным работником культуры Леонидом Ивановичем Фурсенко. В данный указатель вошли книги, статьи и другие виды печатных работ, осуществленные сотрудниками отдела с 1918 по 2018 год. Представляем вашему вниманию издание «Картографический Гитпроп», открывающее новую серию раритета отдела картографии Российской Государственной Библиотеки. В данном альбоме представлены карты, изданные в период с 1917 по 1940 год, который составил целую эпоху, вместил себя в революцию, гражданскую войну, образование СССР, новую экономическую политику. Каждый из представленных в альбоме карт предписан на контекст своего времени, десятилетия, года, порой даже месяца. В начале этого года издательство «Пашков дом» подготовило несколько книг, которые будут интересны как взрослым, так и детям. Одна из них – это сборник лучших басен. Несомненно, басни – это один из тех литературных жаров, с которым дети знакомятся еще в раннем возрасте. Поэтому в детский круг чтения должны отбираться басни, имеющие не только эстетическую, но и воспитательную ценность. Именно это и было сделано великолепно в сборнике, куда вошли избранные басни Крылова, Хемницера, Дмитриева и Измайла, лучших баснописных в свое время. К юбилею Петра Павловича Хершова мы подготовили всем известную и любимую сказку «Конек-Горбунок». Она не перестает привлекать юных читателей увлекательным сюжетом и простоту ее рассказа. «Конек-Горбунок» уверенно несется сквозь века, доставляя своим спасительным оптимизмом, духовную радостью все новому и новому поколению. А великолепные иллюстрации визуально сопровождают повествование и создают волшебный мир русской сказки. В отделе рукописи Российской государственной библиотеки хранится полное собрание черновиков романа Михаила Фаначчи Булгакова «Мастер и Маргарита». В 2019 году издательство «Пашков дом» выпустило уже третий тираж двухтомного издания, который включает в себя весь комплекс черновиков романа, а также содержит окончательный, максимально отражающий волю автора текст произведения. На конец года весь тираж кончился, и по вопросу читателей издательство готовит новое издание бестселлера. В книге известного историка Людмилы Михайловны Коваль «Любовь к моей библиотеке» рассказывается история первой общедоступной библиотеки Москвы, притечи Российской государственной библиотеки, с ее основанием в 1862 году и до начала нового столетия. Рассказывается о людях, которые составили след в ее истории, о тех, с кем рядом довелось служить автору на протяжении более полувека. И, конечно, мы не могли обойти стороной тему юбилея Великой Победы. Идея подготовить и издать книгу «Вспоминая военное детство» принадлежит Совету ветеранов Российской государственной библиотеки. Содержание данного сборника составляет воспоминания детей, переживших войну. Детей войны, по взрослому возрасте, ставших сотрудниками библиотеки. Спасибо за ваше внимание. Подробную информацию о наших изданиях вы можете найти на странице нашей издательства на сайте Российской государственной библиотеки, а также на странице издательства в социальной сети Facebook. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!